Адвокат-россиянин помогал в побеге наркобарону Вуругвая под угрозами. Адвокат-россиянин помогал в побеге наркобарону Вуругвая под угрозами. 5.8. Монтивидео, 13 июля РИА Новости. Гражданин России по имени Сергей, задержанный ранее в Вуругваю, признал, что оказывал помощь в организации побега итальянского наркобарона Рока Марабита, но не по своей воле, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Паоло Виталий. По словам адвоката, в ходе состоявшегося судебного заседания россиянин заявил, что ему и его семье угрожали. Он действовал не по доброй воле, это то, о чем он заявил, отметила Виталий. Ранее стало известно, что 59-летний россиянин Сергей был отправлен в предварительное заключение на 90 дней по обвинению в сокрытии данных о побеге Марабита в июне. Согласно решению суда, еще два гражданина РФ, задержанные в среду в результате обыска в принадлежащем им кафе-пиццерии в Монтивидео, остались на свободе, но расследование против них продолжается. Одна из них женщина. 11 июля, час 22. В СМИ, Интерпол задержал в Уругваю россиян за организацию побега наркобарона. Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, россиянин якобы знал Марабита несколько лет, познакомившись с ним на одном из курортов в Уругваю, где у гражданина России был ресторан, который посещал итальянец и его семья. После задержания Марабита россиянин не прекратил с ним контакты, посещал его в тюрьме и даже приносил ему еду и предметы первой необходимости. Марабита, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации «Ндрангета», который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругваю в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня этого года он совершил побег. Марабита разыскивался интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей «Ндрангеты» пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругваю по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Марабита неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя. При аресте у кокаинового короля были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.